Сегодня у нас семинар в формате с первого выступления по другому дискурту Собственно, можно прийти в этом никакого взаимодействия? Да, тема, собственно, зачем надо летать в космос? Надо ли вообще это делать? У нас так вот сложилось по организационно-техническим причинам что у нас немножко заседание переставилось было бы, естественно, это заседание поставить на следующие видео Но так вот сложилось, что оно было силу... А это тоже очень хорошо, потому что мы получаемся как раз посередине между двумя должными датами 4 октября это спутник, а 17 сентября это день рождения Циолковского Так что мы от съезда к съезду на полу Так что тоже хорошо И что еще примечательно, что если посмотреть на этот плакат то в этом плакате замечательный дат 4 октября, но 24-го Сложилось, так сказать Так, соответственно, наверное, я не буду тогда особо тратить время на увязнение, Дмитрий Ильич Вы тогда специально представляйтесь И начинайте Время заставки Сюда специально поставим вот такую картинку забавную Скупе с таким несколько старирежимным названием Чтобы раскачать воображение Если угодно Только поднять уровень шума Чтобы мысли были о всяком разном А Дмитрий, чуть-чуть представьте Так Какие моменты интересуют почтеннейшую аудиторию? Ну, на всякий случай напомните Какой вы кафедр И как вы на эту кафедру попали исключения? Ну, это долгая история В данный момент я представляю Кэперсистемного анализа экономики А, как я всегда говорил своим студентам Экономика в одной из своих главных препостасей Суть наука о мотивации Мы же сегодня говорим о мотивации человечества И отдельных стран Отдельных, может быть, даже людей К космической деятельности Давайте подчеркнем, что Дмитрий Ильич До того, как заняться экономикой Профессионально занимался Вопросами, связанными с ядерной энергией И поэтому Соответственно, он не только экономист, но и щитик И вопросами, связанными с ядерной энергией Точнее термоядерной И впоследствии мы неоднократно работали с Роскосмосом Под некоторым вопросам Сейчас приходится Элюминисценцией заниматься Так полупрофессионально Так что, много всего разного Так вот Это я во всех этих случаях Потому что мало ли, физтихи Если не решать, что экономист Могут ненароками обидеть Попробуй Ну что, против, что ли? Все твои Итого Тема сегодняшней предлагается Этот дикс Зачем это все делать? Как говорил на скурчатнике один из Патриарх актеров дела Каждый раз, когда тот из докладчиков Начинал выступление Если он начинал с того, что Начинал рисовать формулы Он вставал Нет, нет, нет Вы, пожалуйста, начните с простого От кель в оно взялось И на фига в оно сдалось Этот вопрос Этот вопрос вполне уместно Задавайте по отношению к любой космической деятельности Скажем, на волне эйфории 57-го, 61-го годов Вот, представитель этой эйфории То есть вопросом как бы даже и не возникал Все было как у Портоса Я дерусь просто потому, что я дерусь Как потом говорил кто-то из американцев После осуществления программы Аполло Почему мы полетели? Луна была там, а мы здесь только поэтому Он, конечно, зря там играл Но Вполне Бог думает, что дело было именно так Но теперь вполне оправданно ставить вопрос Ну, как на этих точках зрения Скажем Мы можем спросить Почему, собственно, у нас до сих пор Никто не слетал на Марс? Ну, почему почему? Ну, дорого, потому что, наверное Интересно на технических проблемах, так и у них нет И все проблемы, на самом деле, связаны исключительно с стоимостью вопроса Если у вас полет на Марс стоит рубль Держите 10 рублей, ни в чем себе не отказываются Если он стоит квадриллион Понятно, что его не будет никогда Потому что денег никаких нет в природе и не бывает Показать за сто лет тоже не надеяться Поскольку у нас ситуация какая-то промежуточная Вероятно, речь идет где-то о сотнях миллиардов Порядка так, первых сотнях То вопрос подвисает Происходит так Вот, например, когда у вас В 61 году произошло такое известное историческое событие С одни миллиардов чего? Что? С одни миллиардов чего? Условных единиц, да Мы как-то по умолчанию их считали Ну, будем считать даже 100 миллиардов рублей Если это российская программа, она может быть дешевле Это от этого не сильно речь Там разница Скажем так Если вы возьмете одну и ту же программу Осуществленную в Штатах и в России Вероятно, разница будет составлять 2-3 раз Ну, если, конечно, делать по-хорошему без Апликата Но перспективные носители Это все равно, наверное, российские, да? Перспективные носители Перспективные носители Так, давайте камеру выключим Есть, вивери, но Есть, не чисел Что обычно переводят следующим образом Плавать по морю необходимо, а жить не так уж необходимо Наиболее распространенный и красиво звучащий, если твердом на точке зрения, перевод Ну, казалось бы, посыл прозрачный Вы так и видите перед собой некого морского волка Всего в ракушках Чайки на грудь гадили Просоленный Для которого сплавание по морю Это весь смысл жизни Тут же умирать, не умирать Совершенно не важно Но, на самом деле Если мы смотрим за исторический контекст Есть чудесный вариант перевода этой фразы В контексте все будет выглядеть совсем по-другому Если мы откроем Плутарта Откуда все это пошло Описание жизненности Помпея оказывается Что он умирал его совсем другое Помпей, когда его оставили во главе такой римской продразвертки И собирал он зерно для того, чтобы кормить голодающие Он отправился в Африку Набрал там зерна Нагрузил корабли и готовился выйти из гавани И разлиться что? Моряки отказались выйти в море Страшно? Потонуть можно И тут Помпей сказал Так, ребята Плыть нужно Жить не обязательно То есть не плавать Не как какое-то повторящее действие А конкретное Плавание Вполне конкретное И очень прагматическое цель Поэтому Цель оправдывает средства Да Да Ребята, там люди с голоду в руку Извините Не до наших страхов Может потоник, может не потоник Надо веснуть Полная прагматика Поэтому Вполне оправдан вопрос Еще раз о том Зачем же все это делается Поэтому предлагаю Такой небольшой исторический экскурс Начинается с 1851 года Это Николай Федоров Это Николай Федоров Я заранее, так сказать Делал некое Евгодное давление Дисклеймер, если угодно Что вовсе Не все О чем я сейчас буду рассказывать Следует примать серьезно И уж тем более Не все Из этих точек зрения Разделяя веса Не надо потом на меня Дисклеймер Ну так мало ли То что подумать можно Так вот Исторический Николай Федоров Федоров Настоящая фамилия которого Гагарин Он был небрачным сыном Князя Гагарина Был известен в всей Москве Как библиотекой Румянцевской библиотеки Очень аскетичный человек Который в течении 50 лет Выращивал свою Очень специфичную философию Давшую начало Так называемому Течению русского космизма Опубликовано было уже Его ущенками После его смерти В начале 20 века До того было известно По Москве в слухах Каких-то там пересказах С рук на руки Ключевая его идея Сводилась к тому Что человечество Обязано Рано или поздно Достичь такого уровня Чтобы по атомам Восстановить все Предыдущие поколения То есть всех людей Которые жили на земле Вот так вот Воссоздать и жить Он называл Делом воскрешения Воскрешение отцов И долго об этом Размышлял Труды его весьма водянисты Это не принципиально Вся идея Весьма лаконична Когда он додумался до этого Что давайте всех воскресим Он столкнулся за резонные проблемы Ребята Ведь их много будет А места на земле не хватит Что делать Отсюда он логично Пришел к идее Что надо как-то Куда-то этот избыток Населения На других На других Японии Вот Такое фэнтези Ну согласитесь Фэнтези конечно полнейшая Но по люту фантазии Обзавидуется Любой из писателей Второй половины двадцатого века Там Пот ушами оттирают Ну потом Филип Фармер в мире К этому немножко подошел Я боюсь Был бы Не совсем так В таких случаях Диагноз часто ставят Ну Писателям фантастам Ставить диагноз Это как-то не Кемель Флоу Ошибиться ли Но он не писатель фантаст Кто Ну это же то же самое Философ писатель фантаст Если вы откроете Платона Платона Его некоторые диалоги Там фэнтези частейшие Причем очень гетрионые Чем еще знаменит Федоров Помимо его известности Он был косвенно учителем Циолковского То есть когда Циолковский Еще совсем юный Глухой Занимался самообразованием в Москве Приехал из Боровска Он Федоров тогда подбирал к нему книги в библиотеке Но На тот момент Циолковский совершенно не был знаком Сущением Федоров То есть своим космическим идеям Он приходил независимо И о самих федоровских идеях Узнал уже только много Много лет спустя В 1904 году Местами Федоров был не такой Шунцезийный мужик Вот если вы прочитаете цитаты Я их долго считывать не буду То есть в принципе здесь Что мышление вполне здравое Малентузианский кризис Малентузианские идеи На тот момент Были в Европе Очень широко известны И популярны То есть перенаселение стояло Перенаселение стояло На повестке дня Очень остро Россия это чувствовала Как не то с малоземельем Центральной губернии Поэтому вот такие Вполне мысли и появлялись Что население Может быть нужно Одевать куда-то не только воскрешенное Но и вполне ныне живущее Хотя кстати Как мы сейчас понимаем Если бы действительно Удалось сегодня Воскресить всех Кто когда-либо жил на земле Места бы вполне хватило Потому что В совокупности Это составило бы меньше 100 миллиардов Скорее всего И так 35 сил не больше Население это растет Экспоненциально Но вплоть до начала 20 века Оно не превышало Одином времени Никогда не миллиардов человек Подбывающий экспонент Интегрируется Да Спозня очень хорошо Интегрируется И там получается Дальше Мы приходим к огромной И сложно понимаемой фигуре Константин Эдуардович Солковский Фигурит сложный Значение его понять не так-то просто Часто в популярной старой Попагандистской литературе Говорят Солковский Великий ученый Сейчас наоборот Часто говорят Что такое Солковский Фигня какая-то Придумывал уравнение Что там уравнение Сейчас в случае Вонения Мещерского За что его вообще считать великим Мы приходим здесь В некоторое деление Он был с одной стороны Несомненно великим человеком Почему это будет ясно Завершим С другой стороны Он также несомненно был ученым Просто человек занимался Например По заказу Не Академии Не Академии Не Академии И исследованием Обтекания тела Такая примитивная Ародинамическая труба Первая в России на тот момент Вполне себе научное исследование По изучению Коэффициентов сопротивления Поэтому ученым Его называть можно Совершенно однозначно Вот Великим ученым Его называть конечно нельзя Его величие несколько другого Что касается самой формулы Целковского Которая частный случай Уравнения веществ Частный это частный Но Дело не в формуле Формул может быть многое Важно в том Что он осознал Ее значение Собственно саму формулу Как потом выяснили Историки науки На протяжении многих лет Выводили студенты По моему Оксфорда Она входила Как задачка Как упражнение А задача по механике Начиная где-то с 1847 года В 1850 Но До Целковского Который вывел ее Тем не менее Не как упражнение Совершенно самостоятельно Никто не понимал Что из этого собственно следует О том что ракету Можно применять Для полетов За пределы атмосферы Были уже идеи К 90-м годам 19-го века Были они неоднократно Но все Умные Сильно головастые Отягощенные степенями Люди того времени Говорят Посмотрите Скорость стечения пороха Она такая маленькая А там скорость Гораздо больше На порядок Складывается Слатовский понял Что из этой формы Следует Что даже с малой Скоростью стечения Можно достигать Сколь угодно Больших скоростей То есть само по себе Это не является камнем И очень долго Из него не понимали Как кстати В 20-е годы Приходилось Даже специально Экспериментально Доказывать Что ракета Не отталкивается от воздуха А в вакууме Он может создавать Сейчас кажется Это абсурдным Что будет доказано Специально Статье Эксперимента Тем не менее Это будет Чем руководствовался Слатовский Когда пытался Человечество Все позвать Куда-то За пределы атмосферы Внутри его мотивации Они сложны И непредсказуемы Но в целом Основные его идеи Сводятся к тому Что там живут Он увлеченно описывает Радость и невесомость То есть Порядие Вплоть до того Что Переданных Может быть Камеру не стоило бы Но тем не менее Из песни слова не выкинешь У него в одной из брошюр Встречается такая фраза Что Жизнь в невесомости Хороша в частности тем Что даже у старых женщин Груди будут торчать Как у молодых Стало до слова Не говоря о том Что приятно Всегда удобный комфорт Комфортная температура Колосятся ягоды Всякие плоды Оранжереи Дают огромные урожаи Никто не испытывает голода В общем Все замечательно Есть также Несколько Известных цитат То есть Одна из его идей Это то Что человечество Обязано эволюционировать Вплоть до того Что когда-то превратиться В некие формы жизни Которые будут жить Прямо в вакууме Питаться солнечным светом Управлять стероидами Как мы управляем Лошадьми Самое интересное То что живой организм Высшее животное Может питаться Солнечным светом Это такая фантастика Достаточно смелая Но в природе Как ни странно встречается Известны улитки Симбиотами Которых являются Зеленые Апотосинтезирующие Водоросли Ну и некоторые другие Помимо простейших Есть такие организмы То есть Вполне мыслим о себе Такая эволюция При которых Может действительно так жить Не хватит энергии Через несколько миллионов лет Даже из сугубой стихии Не хватит энергии Что? Не хватит энергии Для движения человека Солнечного света А это зависит от того Насколько быстро Он должен двигаться Кто вам сказал Что это будет человек? Будет какой-нибудь Шарик с большой Площадью Ветер шире То да А иначе нет Нет Безусловно Энергетические процессы Тем более А что можно поближе Солнце спуститься Срава Да Пожел Легко И торопиться им опять-таки не будет Тем более И с точки зрения биодрогетики Человеческий организм Не так же близок к завершенству Кстати Есть фантазии По-моему Даже Не только у фантастов Но и вообще При рассмотрении Вопросов Возможности Мирзвездных Космических перелетов Обсуждался вопрос о том Что тут Неплохо бы иметь Разумное существо Которое помедленнее живет Ну Вообще-то До сих пор Основное направление Эволюции Это Увеличение Развитие существ Которые могут Действовать Быстрее Ну Что еще на самом деле Ведь эволюция растительности Тоже никуда не делась Есть разные виды Разными стратегиями Есть Которые Хвататься Есть Которые Но Кто здесь победит Сказать сложно Наверное А правда на все Тем более Что живые организмы Как показывают Эксперименты Последние десятилетия Скажем Вполне Состояние Некоторых Выживать в вакууме Известные эксперименты Назовываем Тихоходками Которые Вполне Проводили Проводили Несколько часов В открытом вакууме В условиях Облучения Потом И жевает Шевелится Ничего не будет С более высшими Эргентными качествами Вот Один из вариантов Как он предлагал В космосе Жить Настроить Много Много Таких Их Их Наслаждаться Это Уже Усовершенствованный Вариант С искусной Тяжестью Вот Этот саржок Для мороженого Должен вращаться Вокруг продольной оси Должна быть Центробежная Гравитация Это уже вещи Позднейшие Тридцатых годов Сообщенности Их сонок Солковского Слева Справа Его изображение Исходно все-таки Он говорил о том Что надо Наслаждаться Порядком Хотя Кстати Сотовский был первым Кто описал Сам эффект невесомости Что это может быть При свободном падении Придвижении По орбитам Но И интересный опыт Проявил по физиологии Перегрузок Котят На центре фуги Вращал Еще чем-то занимался Вполне так сказать Экспериментальный был Ученым И Космические биологи И медики Его Не без основания Называют Осноположным Но Он еще не мог угадать Это было бы крайне сложно Насколько Невесомость Негативно сказывается На физиологии человека Следующим из плеяды пионеров Был Фридрих Эксперс Не работающий орган атрофируется Давно известно Что? Не работающий орган атрофируется Давно известно Ну вот он не просто не работает Еще очень быстро Зараза атрофируется Кальций вымывается Много таких неприятностей происходит Плюс Прилив крови к голове Мы тоже дальше остановимся Вообще В мировой истории Насчитывают Шесть признанных Пионеров космонавтов Это Циолковский Цандер Можно сказать Что как Исаак родил Аркова Так в каком смысле Циолковский родил Цандер Духовность Циолковский свою первую работу Посвященную космонавтике В 1903 году опубликовал В статье В журнале Русские мировидения По моему Статья под названием Исследование мировых простран С реактивными приборами Принтер-классовский Цандер Который учился В Рижской гимназии В 1910 году Школьный учитель Прочел В восторженном уроке В статье Все Пропал Он окончательно В хорошем смысле Повернулся на космос И вся его жизнь В это время Была посвящена именно этому Соответственно Вот вся его мотивация Сводилась Такой Может быть Несколько Романтика фантастической Он никаких приклонных целей не ставил Он не говорил что нам там будет лучше А говорил он о том что Ребята Наверняка там есть более развитые цивилизации И представьте себе Как мы обогатимся культурно-духовно Типически Когда вступим в контакт То есть Такая программа сети Можно сказать В каком смысле И Как известно Когда он Саня основал гир А Саня Получается таким образом Косвенно родил королёву Такая вот цепочка Внучатая Он каждый раз Входя в подвал На Садово-Спаске Начинал день С восклицания Вперёд на марш С таким вот ленинским жестом Можно теперь надо понять Откуда у него Это стремление Ну в 20 геодах Это в общем-то и понятно Все Газеты писали о каналах на Марсе Они вполне казались Чем-то астрономическим фактом А не оптической иллюзией Все это вполне имелось в виду Муссира у нас И казалось еще Может быть Чем-то Другим был Француз Роберон Эпельтри Также Все 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 Нормально Здесь все Извините Роберон Эпельтри Мужик Интереснейшей судьбы Космонавтикой он занимался Охронавтике Поскольку-поскольку Он В 1911 году Опубликовал работу С таким очень завалированным названием Так сказать Чтобы не станет ногами Несерьезно Тогда Охронавтике Он называл Как-то вроде К вопросу О бесконечном уменьшении веса мотора Впрочем не поймешь Как-то сказать Ну там он тоже Выбил Слодковского Сделал вывод Что да С ракетой можно вылетать И в других Он пытался как-то обосновать Ребята Единственное О чем он Ну во-первых Мне было очень интересно понять Что такое жизнь Когда она И откуда берется Откуда она берется Он считал Что жизнь В мировом пространстве Где-то там На планетах Постоянно зарождается В доме Кстати Очень близко в сущности К современным взглядам Что жизнь возникает По крайних условиях Почти мгновенно По геологическим Временам Но К сожалению Он Плохо знал физиологию человека Хотел бы Летчиков Он почему-то посчитал Что человек Не может Выдерживать перегрузок Выше полутора же Один на один Поэтому У него везде получались Стартовые массы ракет Совершенно невообразимыми И он пришел к выводу Что выход за пределы Атмосферы Невозможен До владения атомной энергией Поэтому он впал в Великий пессимизм И до тридцатые годы Занимался совсем другими вещами Например Он занимается тем Что изобрел Ручку управления Самолетом Всем известный Устребительный У легких моторов Это его изобретение Он его запатитовал На этом заработал Очень много денег Его за это очень не любили авиаторы Считали что он Корыстный Нехороший человек Но поскольку Он был человеком богатым На космонавтике Астронавтике По этой аналогии Повернутым В двадцатые годы Он училил совместно с банкиром Гиршем Соответствующую премию За достижения В Астронавтике И этим тоже Вложил в свой неслабый вклад Потом В тридцатые годы Он также выводил Уравнение для движения Релитивистской ракеты Затолга до Зенгера Говорил что-то о фатонных Занимался чем мог Но одним из его мотивов Устремлений Было то Что когда его земля остынет Или нам на голову Что-нибудь такое тяжелое Развалиться И как бы человечество Не прекратить свое существование Ну и нужно Он быть куда-то улетелем Уметь спастись Примерно то же самое Было у американского Пионера Роберта Гондарда Мужик вертосной трудяга Также независимо Дошел до каких-то Своих И базовых идей Работал всю жизнь Работал руками Строил экспериментальные Могели ракет Но так у него Сложилась судьба Что он постоянно Хотел на этих идеях Разбогатеть Соответственно Он почти ничего не публиковал Как-то выбивал деньги То от Смитсонского института То его Рокфеллер немножко Субсидировал И получается так Что он остался В каком-то смысле Бесплый Хотя очень талантливый человек На редкость Но Фактически Вся американская космонавтика Прошла как-то мимо него И потом Заколосилась От совсем других людей Он также Одной из мотиваций Ставил Спасение возможной Космической катастрофы Также естественно Чистое знание Достижение для астрономии И прочего А также Первым наверное Заголил о возможности Предсказания Погода На основе Космических людей Следующим был Герман Оберт Очередной человек С тяжелой судьбой Его жизнь побила Был он Как легко понять По имени и фамилии Немцам Но его Угрозило нелегкое Родиться в Румынии В городе Медиаше Что ему жизнь Испоганило очень сильно Скажем Немцы его постоянно Отказывались считать своим Долгое время Его не брали Играть Вот Да Действительно Оберт Это угрюмый Мужчина на первом плане Справа Сидит Никто и твой Как Штурбанфюр Рассе Стерлинфон Браун Слева Эрд Штулингер Один из Разработчиков Электроактивных Мужики на заднем плане Какие-то Американские чиновники Не очень большого полета Это уже после войны Конечно Это уже сильно После войны Это уже в Штатах Это 50-е годы Когда Оберт Какое-то время В приглашении Брауна Мог Жить как человек Заниматься любимым делом Что ему Жизнь удавалась Очень нечасто Фонд Браун Как раз На юбилей Оберта Сказал, что мы все Были всего лишь Жестянщики А Оберт Это автор Техношек Немножко может быть Простил Глубокая правда Жизнь была Первоначально Оберт Перешел к идеям Ракет В 16-м году Радар первой военной войны Автоистом поданным Он направил в Вену Проект Ракеты боевой С дальностью 100 км Естественно из этого Ничего не вышло Оберт Явление Явление Которое Позже Получилось Название Сенсорной Депривации Как может Человек себя чувствовать Когда он не знает Где у него вверх и где вниз Когда никаких внешних раздражителей Оказалось Получено На себе Выгодно Что туда выжить можно Кто-то он опасался Что К невесомости Можно стать Очень сложным Потом Кстати Препарат Который Додумался Применять Я сейчас не помню его Точность названия Его применяли И в первых полетах Аполлонов Для адаптации к невесомости Вот С первой мировой войны Такой выход Оберт В частности Говорил Были уже двадцатые годы Он постоянно пытался У кого-то выбивать деньги На Сначала это была Киностудия Немецкая Где он пытался построить Небольшую ракету В качестве декорации Для съемок Но потом он писал Какие-то книги О чем-то более глобальном В выходе мирового пространства И уже нужно было Пытаться как-то аргументировать Так ребята Это довольно дорого А зачем нам это делать И предлагал вариант следующий Наверное он был первый Так предложил Давайте запускать Большие-большие зеркала На армию Из Скажем алюминия И направляйте так Чтобы освещать Какие-то участки на земле Вот Позле Эти идеи Получили название Луньев и Салев Наш Кандартюк Говорил следующее Что давайте запускать Большие зеркала И можно брать подряды На освещение столиц То есть вместо того Чтобы всю Москву К примеру освещать Мощными дуговыми фонарями Мы повесим над землей Два-три зеркала И будем Удачнее играть С Солнечным зайчиком В принципе разумная На первый взгляд идея Дальше Но Побер наверное Конечно не останавливался Он был Человеком Широкого Воображения И Вполне Приходил к идее Что если этих Зеркал повесить Много-много-много То у нас будет уже не просто свет Но и тепло Можно Растапливать Фактические льды Можно Сжигать наступающие армии Ну и вообще Всячески Поиграться С такой-то энергией Развлечений Много-много-много Эти идеи Выникали почти Независимо У ГОДРОТЕХА А ЦАНТЕР тоже Немножко про это говорил ГОДРОТ похватил Скорее всего После ГОДРОТЕХА И они Окончательно Не укатились И до нынешнего времени То есть вот эта мотивация А ее можно встретить И по сути И может быть она не такая Уже Как знает По крайней мере В этом еще нужно Дальше Сколько ж зеркал Надо повесить Ну этот вопрос Наверное сейчас После появления ядерного оружия Немножко неактиварен Оно Дожить в то время Ну Дожить в то время Помечтать то не вредно Два пи надо Два пи Два пи Не надо закрыть Все Вряд ли все Вряд ли Вряд ли Это можно обсудить отдельно Просчитать Я прикинуть не пробовал Дальше Третий пионер Космонавтики Кстати заметьте Из шести мировых признак Трое наших Как то вот такое странное Соспандерия Кондратюк Его в отличие от Сандера Его никто не рожал Он родил себе сам По крайней мере Никаких влияния на него Не прослежено Документально Не прослежено Человек Тоже сложной судьбы У них у всех Практически Всех побило порядочных На воина пилки Был он судим Жил не под настоящим именем Настоящая фамилия Шаргей В годы гражданской войны Чтобы избежать мобилизацию Он где-то там взял Чьи-то документы После этого В 30-е годы Когда в СССР появился Первый Институт РНИ Ракетный научно-исследовательский институт Институт Армейский Под эгидой Тухачевского МТВД Он Кому казалось бы Сам Бог велел Эти туда работать Побоялся Что вскроет свое Благодарительское прошлое Так и остался Наш Был он уже В последствии В советские времена Судим Строил в Сибири элеваторы Под конец жизни С другим великим Отечественным инженером Никитиным Автором Останкинской башни И конструктива Здания Они спроектировали Вот видите Ветроэлектростанцию На эгидр для Крыма На 5 мегаватт По тем временам Это было со всех точек зрения Уникальное сооружение Уникальная конструкция Из бетонного стебля Растяжек Все это было Передней краю Самое главное Что отличало Кондорфюка От других людей Он был очень человек Близкий к жизни И к практике В строительство Элеваторов Электростанции Он не был просто мечтателем А всегда понимал Что есть практические нужды Ради которых Выделяются и ресурсы Поэтому его репортив В рецепт следующий Что летать в космос Нужно для того Чтобы научиться По-настоящему Хозяйничать землей Ну Его хозяйничье тоже Сходилось в основном К зеркалам В тот момент Надо понимать Что что-то другого Было трудно представить По большому счету Мы пока движемся Именно в русских Энергетях Хотя и Другими признаками Вот Дальше Обширная из него цитата Где он говорит Что Циолковский Заметьте Названный почему-то профессором Вообще В те времена Было очень модно Называть всех людей В причастной технике В печати Тем, кто знает профессора Как того же Герман Оберта Который никогда не был Профессом Циолковского Который естественно не имел Не ученой степени А не был школьным учителем Везде их Так Важный Почему Для меня остается Некоторые загадки То ли может быть Что-то придавать авторитет Чего-нибудь Тут кто-то говорит Что Да Когда-то и можно будет говорить О колонизации Но это дело еще Очень-очень не завтрашнего дня Пока нужно думать О наших Насущных Здесь Он правильно Поднимает вопрос О том Что Что у вас всегда Получается Когда вы хотите Добыть ресурсы На какую-то задачу Количество Измерений Должны посчитать Сколько надо Что вы из этого получите Вот здесь Он хорошо выражает Лучше прочтите Я Не берусь Со своим пересказом Убивать Эту замечательную стилистику Выпущенные С удивления И ужасом глазами Что Если вы можете Что-то вырезать в долларах Если бы мы это сделали То и американцы Давно будут там летать В общем Сущности верно Дайте Дайте пожалуйста Отмашку Тогда можно Переключаться На следующий слайд Я всегда об этом вспоминаю Как Когда заходит речь О недофинансировании Чего-либо Каких-то измерений Идеологических Термоядерных Монаментальных И других И если вырезать в долларах То было уже Совсем нормально Теперь мы касаемся Следующей фигуры Также Можно сказать Рожденной Циолковским Это Великий Двигателист Валентин Петрович Бушков Одессит Как и королев Еще в 1916 Он прочел Одну из статей Циолковского Тоже С этого же момента На всю жизнь Повернулся головой В хорошем смысле На космосе Вступил в переписку Циолковским Будучи еще школьником Занимался Какими-то проектами Писал Так и не знал никогда Книжку О Именно О причинах Полетов Пробил В конечном итоге Создание Одного из подразделений Питерской ГДЛ И Стал одним из Отцов Практической современной технологии Хотя он был При этом Еще и злым гением Советской технологии Об этом Чуть позже Он В 20-м году Пытался В некоторых статьях Даже подписал В 24-м году Сказать Что Создание Кончится Все металлы На тот момент С точки зрения Было Вполне разумно И действительно Об этом Можно было Втретить Упоминание В прессе Вплоть до 38-го года Пока не открыли Курские залежи Курской магнитной аномалии То есть В письмо В дружелю В дружелю Весьма Весьма В зрелом В возрасте Возможно Перед двойной а то и после Невер Изначально он был Планиристом Авиатором Учеником Туполева По дипломникам И К ракете Пришел Как к средству Быстрого Полета В атмосфере Создание Быстрых Рекордных сценарий И он всячески Осаживал своих соратников Перельмана Того самого Кто и знаменитая физика В письме Например К новому изданию Это на шестой же был На тот счет В тридцать пятом году Его Межпланетное сообщение Называлось Перельмана Специально подался Пожалуйста Яков Сидорович Поменьше пишите о межпланетном Вы дискредитируете идеи Как можно больше пишите о практике Но потом Он также Стал человеком Вполне Зараженным Этой Космической болезнью Ну под конец жизни Например Он в своей автобиографии Утверждал, что встречался с Солдовским В тридцать четвертом году Хотя по-видимому На деле этого не было Но по факту Ему было это важно Для себя Как-то В идейном плане Срастить Но тем не менее В одном из интервью Правде 1961 года Мельган высказал Следующую идею Что Орбитальные станции Могут стать самостоятельными На тот момент Действительно Опять-таки Данных по невесомости Еще почти не было Это могло казаться разумным И вплоть до 60-х годов Некоторым казалось Вот цитата Это Джолла Холдин Холдин Он Умирал от рака В 67-м году И Холдин Высказывался Что возможно Невесомость бы помогла Тяжелым раковым больным Избежать бучей Одновременно Предлагаясь Надежда на то Что невесомость Может течить костный туберкулез Еще какие-то Болезни Не сослось Собственно пока Трудно себе представить Какую-либо болезнь Для которой невесомость Могла бы быть полезной То есть если вы найдете Болезнь для которой Болезнь на земных условиях Находиться лежа С поднятыми под 2,5 градуса Ногами То такого человека Можно собственно запускать И невесомость Тому будет хорошо Ну На какие сложно А сам полет Может быть Наверняка Конечно В общем-то очень так Ну может быть Совсем уж так Рассмотреть крайние случаи Может быть Безногим имболидам Было бы легче там жить Но это Экзотик Смежные с санаторием Вещи Для биомедицинских нужд Одно время Получили второе рождение В 80-е годы Когда возникла идея О том что В невесомости Можно получать Особо высоко чистые гормоны И какие другие Биологически активные Лепараты Считалось что Это сможет стать Очень выгодной коммерческой областью Поскольку 1 грамм Будет стоить за предельных денег Соответственно Проблема цены вопроса Отпадет сама собой Ну Потом оказалось Что и в невесомости Делать это как-то Не очень здорово И лечебные свойства Не так Чудодейственные Как тогда оказалось Не получилось Может быть Что-то еще В будущем Дальше 50-е годы Возникли В голосах О военном Значении Не больше не меньше Как в крепостях На Луне Ядерных Ракетных Базах Это картинка Из попсового Американского Журнала Скоро-космого года Но о чем-то подобном Вполне всерьез Говорили некоторые Американские чиновники 59-го года На волне И были соответствующие Публикации В известном журнале Забарите На фатом И вплоть до Второй половины 60-х Такие отголоски Вполне встречаются Например В некоторых Переводных книжках По теории принятия решений Можно найти параграф Посвященный Расчету надежности Лунных ракетных баз То есть идея была в том Что если мы на Луне Разместим ядерные ракеты Стратегическое назначение Противник Не сможет засечь их Во-первых Во-вторых Никогда не сможет Перехватить Потому что когда она Приходит с Луны Со второй космической скоростью Ну вы Не засечете Не собьете Все уже Смерть неотвратимая И кроме того Он никогда не сможет Нанести превентивный удар Пока его ракеты Из земли Стартуют Долетят до Луны То есть вот Такая вот была идея Сама по себе Она чем-то напоминает Размещение ядерных ракет На атомных подлодках Ну конечно Совершенно невообразимой А что будет Если ракета Со второй космической скоростью То есть В какой момент В момент входа В атмосферу Или самого Соприкосновения С твердыми слоями Наверное в момент Соприкосновения Если он Наступит Ну так Будет ничего особенного Интересного не будет Ну так Пусть и метеорит мелочи Скорее всего меньше Нет Если ракета Если у вас ракета Малой массы То есть разумный цифр Примет там Несколько единиц То будет очень Такое мелкое Ничего себе Это будет Примерно Тоже Тротивовый вариант Сколько? Ну так же Единицы тонн То есть Ядерные Боеголовки Туда ставить Выберясь Зачем их делать Ядерными Если можно Побольше Массы Кинометически Кинометически Вопрос очень простой Потому что Чтобы закинуть Такую массу Тысячу тонн с Луны Вам нужно Закинуть Десятых тысяч тонн на Луну На самом деле Чтобы вывести С Луны Тонну Лунного луна Нужно Наверное Меньше Больше Зависит от того Сильно Какого Стоплива Стоплива Ну почему То есть Вы хотите сказать Что можно Побесить Проторбитальную станцию Такие варианты Тоже Такие мысли были Вон Браун Бегал в году В 55-ом Когда пытался Продвигать Но Всего есть преимущества Например Если вы Кидаетесь ракетами С низколетящей станции Во-первых У вас есть Стартовые окна Вы не в любой момент В высокой летящей станции В высокой летящей станции Тоже Там низкие ограничения Меньше скорости Ну В общем Всё это По большому счёту И Поэтому Нюансы В итоге Сработало часть Что для этого проекта Нужно Всегда Можно Доносить Должная глупость Это По мнению Докладчиков Ну и по мнению Всех остальных После 60-х годов Скажем так Тут сравнивайте Можно сказать С словами Лево Как известно Драконы бывают Трёх видов Отрицательные Мнимые И нулевые Каждый вид не существует На каждой на свой особый манер Вот эти все Абсурдные На каждой на свой манер Собственно что мешает Повесить на лунную орбиту Просто ракеты Ненадёжно Это же было 63 годы Техника ТКП Постоянно ломается Лучше чтобы она все Спокойно не постояла Могут по этим мужикам Поковырять гачным ключом Стукнуть ногой Отрегулировать Так То есть для этого Ну в том числе и для этого Чтоб ничего не упало никуда Чтоб постоянно вы знали Где вы ее найдете На каком месте Нет Ну почему Войджи в обработке Насекуне Войджи Это извините меня 70-е годы А это идеи Начало 60-х Конца 50-х А это был скачок Совершенно невообразимый В электронике В надежности техники Поэтому там просто по-другому выяснили Скажем О чем было тогда Одно из ключевых отличий Американской космонавтики От советской Как сейчас может быть Это не странно звучит Американская была Менее автоматизированная Там гораздо больше Возглоталось на собственно Астронавта То для чего У нас ставили ДУК автоматики Дублированные Тренированные Там все Ручками делал Астронавт Специально тренированный Ну кажется Такой легко Когда С большим опозданием Выяснили Что там Ошибка в программе Автоматической посадки Но это ни на чем не сказывалось Потому что каждый раз Капитан предпочитал Сажать все больше Конечно Ну почему Тут тоже есть разные На насчет апоклифов И прочие вещи Как скажем Аполлона Они в принципе могли бы Садиться и На автомате Но каждый раз Все астронавты Сажали их вручную Тут есть разные мнения Но большинство Сходится к тому Что астронавтам Очень хотелось посадить Ну военный летчик У него такой Единственный случай В жизни Стать человеком Садящим вручную Ветер В какой-то Железке В обыске Ну военное Использование Конечно Как мы сейчас понимаем Оно и представляло собой Один из основных двигателей Но конечно Совершенно другой момент Скажем Половина Отличных орбитальных станций Долговременные орбитальные станции Или алмазы Челомеевской Разработки Они были в планете Военного назначения Разведочные станции То есть Эти космонавты Отслуживали огромные Фотоаппараты С километрами Пленки На более поздних Вариантах станций Были предусмотрены Даже специальные Капсулы Которые Вбрасывали Эти в пленки По мере Их использования Надежда В особой древне Но потом Совершенно в автоматике И в этом Отпало особо не то На ранних салютах Ставили автоматическую пушку На По-моему Шестом салюте Не на самом из ранних Это пушка Нузельмана Да Такая была идея Чтобы Отбиваться от американцев Если не захотят конспектировать Что? Работало Ну это вполне вообще-то в духе Американской логики Нет, нет Вполне разумно Что Неважны намерения Важны возможности Если Американцы делают Шаттл Который может это сделать Значит Нам надо сделать Пушку Чтобы пушка была За шаттл Значит Там Шли как разговар О спутниках Контролёров Вот Эта идея Уже Тоже ближе К чему-то материалу Принадлежит По-видимому Петрулеймедович Капицы Ну может быть Тварк раньше ее высказывал И в 58-м году В 59-м Капицы Уже Уже были Атомные микростанции Уже было понятно Что гадость В общем-то Родительные отходы Гадость порядочная И еще 100 лет Атомной энергетики И мы ее туда идем Как это делается сейчас? Собственно Не делается это Толком пока никак Никто не знает Как хранить эти отходы На протяжении Тысячи лет А выдерживать нужно Для того Чтобы они стали Биологически безопасными Порядка там Первых тысяч лет Что-то все основное Оспалось Наиболее капитальный подход Это Американское хранилище В горах Юка-Маунтен Затрачено на это Что-то порядка 11 миллиардов долларов Огромные штули Сложные контейнеры Специально подобранное Геологическое место Где нет никаких Грунтовых вод И не будет На протяжении Следующих тысяч лет Невозможны Никакие сейсмические события Очень сложно Очень дорого Какой объем Тоже не очень понятно А во всем другом мире Все это Как-то пока Немножечко Палеоативно хранится Стараются Ничего такого страшного В этом нету И решатка Со срок не произойдет Но как-то на душе Не спокоится Сейчас Как я понимаю Хранят просто На площадках Нет Это как правило Во-первых Высвечиваются Наиболее Свежие отходы То есть Первые три года Когда они Особенно жестко Фонят Быстро спадающие Изотопы Там еще не распались Их выдерживают В бассейнах Непосредственно Часть Отходов Сравнительно Не сильно активных Тоже Выдерживаются А наиболее Гадостные Как правило Отправляют Переработки На комбинаты Специальные площадные Хранители Тоже Вот это вариант Уже 90-х годов От Снимаша На базе энергии Пытались Что-то такое Представить Экономически Это могло бы И увязаться Куда они это планировали С эти орбиты Ну Варианты были раны Сам Кобильцы Предлагал Выкидывать на Солнце Но это не годится Совсем не годится Очень дорого Как вы наверное знаете Что на Солнце Собственно Это дороже Чем улететь на Акцентаре По скорости То есть четвертая Космическая скорость Необходимая Для падения Земли на Солнце Она больше Третья космическая Которая нужна Чтобы подкинуть Солнечную систему Там получается Где-то Ну порядок Скорость движения Земли по орбите Чуть-чуть меньше Из-за того, что Солнце Имеет конечный радиус Что-то получается Совершенно огромные скорости Ракеты нужны Диких размеров Разгонные блоки Поэтому конечно Солнце Это не вариант Были другие варианты Закидывать в точки Лагранжа Где бы они Точки Лагранжа Есть устойчивые Там бы Эти отходы И болтались Миллионами лет И чё их тут не вышли На мой взгляд Если бы мы когда-то Решили выкидывать Отходы То наиболее разумным Они вряд Будут бросать В какое-то особое место В общем В любое место Там мне никому Никогда не помешают Будут лежать в известном месте На земле Никогда не упадут По скорости Это ещё вполне Как там В рамках разумного Но в чём возникает Главное гадость Ваше мнение Вот вроде По деньгам Увязать можно А если ракета Упадёт При старте И вот тут Начнётся веселье На самом деле И с этим Тоже можно бороться Скажем Когда выпускаются Космические аппараты Те же Уже упомянутые Другие Было больше Тысячи штук За историю С изотопными генераторами Где Такая весьма активная Гадость Полонии бывает Тот самый Или Плутоний-239 С меньшим Движный полоносклад Но тоже Гадость ещё та Все Соответствующие капсулы Проектируются Таким образом Чтобы при любом взрыве В падении Капсула осталась целой На примере падения Третьего волнохода В этом убедились Лунноход грохнулся Ракета взорвалась В корпусе старта Лунноход упал В казахстанской степи А капсула Касполония Усталась вполне целой Неразрушенной Поэтому В принципе Можно и взрывок И упаковать Чтобы при любом взрыве Они остались целыми Но Убедить каждого В том Что оно Ни в коем случае Не лопнет Это очень сложно С психологической точки зрения Когда все боятся Даже просто Реактор вывести На армию Обычный ядерный реактор Хотя он В процессе выведения Еще безопасен Как слеза младенца В нем нет ничего Нагомленного Кроме того Если Одно дело Капсулы Как это маленькое Другое дело Если выводить Что это Их тоже Можно запаковать Каждую В отдельную Капсулу Конечно Это увеличит Массу В принципе Это мысль Целую Раз в 10 Может И в 10 Сложно Сказать Но в принципе В данном Тоже Кое-как Думать Что Когда Создавалась Атомная Промышленность И Когда Необходимо Было Срочно Создать Контраргументы Для Потенциального Противника О технике Безопасности Мало Думали А Выглядит Это Действительно Страх Очень Выглядит Выглядит Надолго Напугались Да Но С тех времен Домного По 10 раз Поменялось Ну Не так уж сильно Поменялось Этот страх Он очень Выгоден Выгодно Эксплуатировать Страх Всегда Штука Такая сложная И Когда Жареный петух Привёт Про него Забывают Вот Как Европа Которая Постоянно Принесит И Унесит Атонные Микростанции Фукусима Случилось Экологи Активисты Кричат Давайте Закрывать А потом Газа не хватает Мёрзнет Давайте Обратно В конце концов Когда холодно В собственном доме Зимой замерзаешь В Армении Да Да Они потом Очень горевали Что они построили В свое время Армянскую Аэс Не кажется Закрыли Потом Запустили Стоп Ну Я тут не берусь Сказать наверняка Но По-моему Дальше Начинается Такая вещь Тоже Немножко Думная Онниел Это был такой Физик А здесь его не видно В общем Был такой Ониел В 1974 году До того был Также известный Физик Социолог науки Джон Бердл Еще в 1929 году Онниел Онниел Мотивировал ее тем Что Население Растет дикими темпами Опять таки Всех этих людей Нужно куда-то девать То есть Его идея Работает при условии Кренаселенности Земли Вот такие кривые Он предлагал Здесь Левое ПЕ Это население Земли ПС Прилагал Много-много Таких цилиндров Вращающихся В которых Жил бы Придесяти тысяч человек Там Лазерные указки Не приведете Вот это Или Может Мышкой Вот это Население Земли ПЕ Это население Куда? 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 Нет, он спускается Это Он начинает Убывать Потому что Мы его выкидываем С пляжа А Ах Ах Это площади Космических поселений И площадь Земли Вот такие модели Которые были вполне В духе 70-х годов В духе всех этих моделей Медову за пределами роста Тогда Это казалось Тогда бы Это в космосе? Да, да, да Ах 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 В то время Такие статьи На полном серьезе Писали И публиковали В серьезных журналах В частности Первая статья У Мейла Была опубликована Например Физикс Тодрей Стэнфонский Тор Такой известный проект Стэнфонский ученые Тоже предлагали Своем космического поселения То есть тут В районе 2050 Предлагалось начать Массовую эмиграцию Да, да, да Массовую эмиграцию Уже к 75 году Оно уравнялось А с 75-го Это что начинается? Ну это видимо На самом деле Должно начинаться С 25-го Но видимо Здесь он идет Слишком близко к оси Это площади Это отношение площадей Космических поселений Площадей Всего земного шара То есть С какого-то 75-го Оно начиналось Сколько-нибудь замен На чем это все было основано? Ну, во-первых На нескольких недоразумениях Первое, простительно Это то, что еще не было Тогда понятно Что тренд Численности населения Он переломится Как этим уже занимался Другой капица Младший И доказал Вроде бы более-менее убедительно Что примерно В наше время Происходит Принципиальное изменение Популяционной динамики Человечества То есть Экспонент окончается У него хуже Кончается Экспонент Кончается Не первое Потому что Сергей Петрович Ну что Я аппоксимировал Население Земли Кривой Что М Пропорционально Н Н Разделить На Т Н То Соответственно График Вот такой В момент Времени Т Н Должно быть Это Что-то В районе То ли 2015 То ли 2025 Вот-вот Мы К этому Подходим Но Разумеется До бесконечности Это не должно выйти Поэтому С этой гиперболой Уже Население Сошло И А как тут может возникнуть Неограниченная Произлога С физически С физически Нет Утверждается По-моему У него что-то Вот такое он рисовал Не встречал Он считал Что, разумеется Бесконечности В тени может Поэтому Вот здесь По каким-то плечам Перелом Перелом И И потом Должен выход На какую-то полочку Или Обратно завалится Может быть Да То есть Экспоненциальный экран Если не работает В связи с мотивацией Тоже Ассоциирование Вот Они предлагали Выстроить Таких Красивых Кино Для оживляжа Вот Это было Космическое представление По ОНЕЙЛу Это в фильме недавно Элизиум Вот Элизиум Элизиум Уже не вышел Вышел Он предлагал Значит все это Позаимствовали ОНЕЙЛа ОНЕЙЛ посленно Позаимствовал Целковского Он все-таки пионер Всех видел По справедливости Вот Это Вдоль у вас Вращения Это были бы Три живые полосы То есть У вас Реки и леса Здесь внизу Над головой Тоже реки и леса В промежутках Окошечки Через которые попадают Солнечный свет Видны Луная и прочие планеты Вот такая вот Фантастическая картинка Как говорится Все это делается По сравнению со сферой Дайсон Ну Сфера Дайсон Совсем принят Хотя Он вообще Укинулся в космарске Придумать почти все От электроэктивных Видителей Вот Рулии красивые картинки На ту же тему Другого ракуса Ороидальное население Ага Нашка забегает вперед Ну главная проблема Здесь даже не в том Что Население растет Экспонициально Тут есть еще парочка Неприятных моментов Во-первых Население растет в основном В тех странах Которые никогда себе Технологических опыт Сволить не смог Вряд ли себе Мы можем еще как-то Как-то сильно напряжься И представить себе Штаты или Японию Которые строят Такие поселения Но Штаты или Японию Которые строят Эти космические Поселения Для сомалийских негров По крайней мере Моя фантазия Откажется А разве Как мы знаем Наоборот Страдают от депокуляции И Эта мотивация Нам не грозит На обозримое будущее Просто никак Несмотря на совершенно Дикие расходы Это уже даже Конечно А Ну про сферу Дайсона Если у нас Зашла речь Это все На мой взгляд Мертвопрежденно Оказалось С открытием То есть Сфера Дайсона Она была В первую очередь Ориентирована На утилизацию Можно Большей долей Энергии Солнца Если у вас есть Энергия Росеи Что вы говорите? Что это такое? Сфера Дайсона Это предложение Несколько планет Которых не жалко Распулить И построить Большую оболочку Вокруг всего Солнца И на этой оболочке Жить Внутри Внутри Да Ну там разные есть варианты Можно ее безампнутой Делать Можно Как-то там ее Куполом Погрестить Ну бред Саша Полнейший По той точки зрения Там Радиус этой сферы Порядка радиуса земная Да Винут так Винут так Может быть это не сплошное Может это будет кольцо Даже люди Склонные к математике Небесной механике Любящие сами Упражнения Ради их сложности Рассчитывали хитрые формы Этого кольца Чтобы оно было стабильным Чтобы его не рвало Приливными силами Там получаются очень Завысловатые фигуры Такие упражнения Тоже можно рассматривать Как полезные для выпуск Хватало? Хватало Хватало на что Быть такое тоненькое Если так по метру Толщину То есть корочка у вас Ногами толщиной метр Ну, могло хватить А зачем вам больше? Как тогда И не рвалось Никто не пробовал? Может и слава богу Что они попробуют Но эти сферы Дайсина Если вы будете читать Такую историческую литературу Типа Шкаловского И прочих людей О поисках неледленного разума Там это даже на полном Синьозе Предлагали такие объекты По вселенной скаме По характерному спектру Незлучения Типового Не будем об этом Не будем обижать Сосложных людей Дальше Понемногу Появилась идея Следующих Где-то 70-х годов Когда Бушевал Нефтяной кризис Первый Нефтяной кризис Подражание цены Рабы Уменьшают продажу нефти Цена Скачет Все в панике Даже в некоторых странах Европы Запрещают отапливать Законодательно в домах Более чем одну комнату Запрещают пометки частных машин То есть можете себе представить На сколько У всех это действует Начинают появляться идеи Давайте оттуда гнать энергию Экотичество Прямо с орбиты То есть Развесим вот такие вот Огромные поля Солнечных батарей Построим Огромные свечей Излучатели И начнем Оттуда С помощью свечей Обычнейших свечей пучков Гнать энергию На приемные Эректемы на Земле Вот у вас там На всяких орбитах Висят Эти сами станции Может быть даже И есть стационары Вот этими пучками Дикие совершенно мощности То есть гигаватты Качают на Землю Через аплодсферу Через облака И вот на эти приемные энергии Она попадает Ну А главное Чтоб не на руку Надо это делать Какой-нибудь Саблит Можно на секундочку Камеру Так Если мы с вами договоримся Поверить Что у нас действительно Возможно Перекачка Таких диких Мощностей На свечей диапазоне КПД Я даже готов сейчас Поверить Немножечко себя износило Что и КПД может быть Разумным Порядка там Восьмидесяти процентов Да пусть даже пятидесяти Это неважно Даже на прием О том Что это действительно То самое оружие Сжигающей армии Ну гигаваттный пучок Это микроволнов Это даже Это фигня И это фигня Я даже готов Рассматривать Проблемы Проблемы Начинаются В другом У вас Воздух Воздух Проверяется Может и Проверяется Не знаю Это Порок вам Никто даже Не затрагивал Самое веселье Начинается Когда вы Как в анекдоте А теперь Совсем эффективно Попытаемся Слететь Если вы Попытаетесь Рассчитать Массу Электростанции Которая Нужна Для получения Гигаватт электричества Даже В положении Что КПД Все передачи Порядка единицы У вас Эта масса Будет подходить В лучшем случае К десяти тысячам тонн Десять тысяч тонн На колоземной армии Даже если Это низкая колоземная армия Тут Важно сказать следующее Вот Вопрос к аудитории Как вы полагаете Сколько стоит ракета Сколько стоит запустить Чего-нибудь туда На армию Ну Несколько десятков Миллионов долларов За Россию Да За какую За какую За 200 рублей Не Не Ну Протон Может Миллионов 500 рублей Сейчас В SpaceX Если Они хотят снизить То есть Ну Они хотят Это знаете Как и вы говорите Со своим SpaceX Они могут снизить Для чего Да Относительно А Они Может быть Немножко снизят По сравнению с другими Американскими Ракетами Но По большому счету Она остается дороже Союз Почему Союз Поэтому Она Дешевая Мы Ее Конечно Продаем Когда Речь идет Так Давайте Тоже Немножко Камера Вот Вот Это Собственно Гвоздь Крышку Гроба Этого дела Такая Циферка Что Если бы те Солнечные батареи Стояли на станции Мир Вынуждены были Окупить только Лишь свое Ее выведение на орбиту Не говоря об их изготовлении Не нужно было проработать Столик То есть Подчеркивающе говоря Что самое выведение на орбиту Упределение скорости Само требует Очень много энергии А если уже она у вас есть Лучше бы прямо Сети закачать Мирует десяти квадрат? Да А сколько там Это было квадратных Ух Там были наверное КПД было процентов 12-15 Там же были Асенит Гальевы Но такие Однопереходные Сколько квадратных Ну Ну Давайте посчитаем так Если угодно У вас при Мощность спектра Этольжа предела Этмосферы чуть больше КВт на квадратный метр При падении Поднормалью Если у вас КПД 10% Ну Посчитайте Сто ватт на квадратный метр Как-то так Там конечно их наращивает Постоянно Они были не строго поднормальными Там были варианты Сейчас у МКС Где-то мощность Бортовая Двести с чемпад То есть Это в порядке Ну Конечно Кто-то мог бы Справедливо Покритиковая Солнечная батарея С тех пор Завершается То есть На тот момент И сам Фотоэлемент Даже Энергию Которая была Израсходована На его изготовление За свою жизнь Отрабатывает С тех пор Это улучшилось Улучшилось Серьезно Тут Грех Жаловаться Но все равно Эта проблема Осталась очень сильной А сейчас Какую часть Серьезно Завершается Нет КПД Поднялись Очень сильно Вплоть до Несколько лет назад Приближает 40% Но это очень сложные Многокаскадные Многопереходные Батареи Это не Пельги Конечно Это сложные Суставы Это Продукт Не первого Передела Поэтому Высокая КПД Это хорошо Молекулярная Эпитаксия Сколько там На нее Каков процент брака Я тоже вам сказать Не могу Сейчас Есть еще Очень интересные Работы По Повышению Об этом Можно говорить Долго Вряд ли Это будет Совсем Вот Это была Мотивация Еще Прикладная Дальше Возникает Мотивация Проэтическая Космическая Гонка Лунная Собственно Можно сказать Человек Высыпался На Луне Потому что Нам удалось Запустить спутник Если бы Каким-то чудом У нас взорвалось Если бы Первый спутник Оказался Американским Тем более Первый астронавт Можно быть Совершенно уверенным На Луне Никто не побывал Вот Так Сложились Состоятельства Зато Если бы Каким-то Еще большим чудом Первым человеком На Луне Оказался Скорее всего Вот Такое Сечение Удачное Называть его Удачным Тоже То есть Прикладная задача У Совершенно Дорогостоящего Проекта Аполло На него Было истрачено 27 миллиардов На нынешние деньги Это будет Что-то уже Больше сотен Заставила Только Одна Холодная Война Утере Приоритета В мире Америк Поэтому Вот эти слова Почему Плотели Были Там И здесь Это большой Украин Дальше В плане В том же русле Начинается Мотивация Внутри политической Как Сказал кто-то В порыве Мы не делаем Ракеты Это мы делаем рабочие места Если вы помните Примерно в году В 2004 году Была Инициатива Буша младшего Который говорил Америка Возвращается на Лун Это было сделано С большой бомбой Рисовали Новые ракеты Корабли Лунные базы Было обещано К 15-му году Или к 17-му Не помню Постоянная Благоременная база Вот Причина Одна из этих Что у Буша Для выбора Была важна Ситуация В двух штатах А те Завязаны На космическую промышленность И им надо Как-то Потратить Вот Такое Весьма Приземленная Вечер Потом Все это Завязывают Никто Ни о чем не говорит Никто не знает Что он делает Ну а кем то как Делаются Довольны Ну тут пока По чуть-чуть Значит Мрут Они тоже Кто-то может быть Кто-то может быть Берет Кто-то может быть Нет Ну скажу так Если бы остался Бушенный Приемник его курса Если бы случилось В 2008-го года Может быть они бы что-то и сделаны С опозданием на несколько лет С затягиванием графика Я не замечаю Что они могли бы высадиться Геологически Для этого все будут Ну не консер Перед своим же народом Шафт мы закрываем Ничего не делаем Могут великая держава Не объясни же Что-то нафиг не говорим Вот это текущее состояние Амориальное состояние Собственно В чем сейчас Главный камень Виктория Что является Не более дорогой частью По массе Это видно Видите Считается Что Заметный кусок Из того что вообще Воднородите сейчас болтается Почти 20% Представляете МГС То есть Жилетка предназначенная Именно для пилотирования Костановства Сейчас очень часто Раздаются голоса А зачем нам эта пилотировка Вообще нужна Ведь в самом деле На текущий момент Никаких коммерчески Выгодных Задач Никаких Совсем уже необходимых Костанов не выполнят Но Практически На этот день Очень значительно И если вы Пытаетесь Объяснить Людям А Зачем нам это Тратить Это сделать очень просто Хотя В другой стране Не менее непросто Объяснить А почему мы Перестали делать то К чему все придут Почему мы делаем шаг назад Вот Получается Чемодан без ручки Вроде все что-то делают Как-то Символ великие державы Все хочется Китай С их астронавтов Запустил уже Весь лет Индия Хочет Турки Какое-то время заявляли Существование космической программы Европа Была хотела Хотела Расхотела Долго проектировались В 90-е годы Хотя Ромальный термин Приведит себя лучше В 90-е годы Политики Хотя технически Они вполне возможно Отказать Скажем Если вы сами Себе сейчас зададите вопрос А зачем нам Вот эти 6 парней На МКС Вот Какая вам от этого Радика Они делают опыта с плазмами То есть Вы говорите Подплазменный кристалл А почему вам не запустить Плазменный кристалл Ну Потому что Тогда будет утеряна Технология Систем Жизнеобеспечения Если А зачем Это так много Зачем 300 тонн Давайте запустим Там один салют на 20 тонн И пусть там по немножечку К себе и ковыряется Скоро Скоро Ну там 3 человека Могут поместиться На самом деле На этот ответ На этот вопрос Нету хорошего Ответа Какая именно неизвестен Ну серьезно Это вопрос Который Никто не знает Что делать Действительно Чемодан без ручки Все пытаются придумать Какую-то мотивацию Да Биологические эксперименты Совершенно верны Да Еще какие-то эксперименты Требующие наличие Человеческих рук Скажем Вы не сможете Каким-то роботом Кормить перепелят Которых еще на мире Выводили А с другой стороны А сильно ли нам надо Стоит ли оно То, что заплатить За такие дурные деньги То есть такие вопросы На которые здравого ответа Нет ни в одну Ни в другую сторону Если пытаться Как-то аргументировать Совсем в ход Рациональности Экономической Можно было бы сказать Следующее Ребята Но ведь у нас есть Уникальный ресурс Не ресурс Уникальный ресурс Вакуумов И в конце концов Мы просто не знаем Что там может получиться Фактически в этой лаборатории Наработано за всю историю Смешное количество Человеческих Причем Лаборанты некачественные Это космонавты Которые вынуждены И жвец И шнец И надуде И грец Там трубопровод Почини унитаз Там люди Космос Закрути гайку Постоев батарею Тут На крови Какого-то Какого-то Хомячка Кто с этим справится Естественно Неквалифицированный И результат Трудно ожидать Вообще В свое время Двигатель Внутреннего Разгорания Бензиновый двигатель Был запатентован Как очень Удобное Средство Для уничтожения Отходов Уничтожения Не смесил Чтобы просто сжечь Какой-то механизм С выходным Механика А тут Получается У нас есть Что-то Какой-то Уникальный Ресурс Но мы толком До сих пор Не поняли А что из него Можно Были одно время Разные идеи Я уже упоминал Про синтез Биологических Препаратов Также Одно время Были идеи На волне Проекта Энергия Делать там Воспечататель Упроводники Идея не выгорела Оказалось Что термоконвекция Вроде бы невесомость Она в состоянии Избавить вас От некоторых Возникает В земных условиях Но из-за Некоторых Маленьких Перепадов Температуры Возникает Термокапиллярная Конвекция Какого-то имени И в общем Она всю Марину Реджимает И сейчас На Орбите Много проводится Экспериментов МКС По высокочистым материалам По каким-то Кристаллизациям белков Для их лучшего анализа По выращиванию клеток Ну все это Как-то вот так Что из этого Может получиться Пока я не знаю Четко Можно было бы сказать Что если у вас Оборудование Научное И оно Стоит там Где его можно Постоянно пнуть Подрегулировать Починить Чтобы Можно А вот там написано На границе Солнечной системы Аппарата Почему на границе Ну потому что Граница Условно принято считать Терминейшн шок Ударная волна Волна Которая возникает При столкновении Течения Солнечного ветра Слезвуковое течение С точки зрения Скорости звука В этой межпланетной среде С межзвездной следой Там возникает Во-первых Скорическая ударная волна Которая условно И считается Границей Солнечной системы А дальше у нас Начинается Из-за того Что сама Солнечная система С этим шариком Ударные волны Движутся Относительно Галактической Скорости Там еще Такая параболка Садится Ударная волна Большая Так они выйдут За границу Ну там постоянно Да Вопрос Что за трамвай Потому что там Где они летают Все еще Мимо пролетают Всякие Ледяные булыжники А они не во булыжниках Которые 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 Летают именно Вокруг Солнца Там Это не связано По ударной волне Да 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 Границы принимают В смысле Ударные волны В некотором смысле Они все еще В Солнечной системе Ну они Границей будут Остаться связаны Со Солнцем Еще много-много Тысяч лет Поэтому мне кажется Это не самое лучшее Определение Ну это вопрос Что называть трамваем Каждый может брать Ну принято Что ударная волна Да Вот как-то так договорились Давайте так считаем Там Толщина Ударной волны Это же не атмосфера Небесная Вот это все У нас летает Из этого всего Вот так это Примерно Выглядело Как-то Из всего этого Полностью Живет под самоокупаемостью Да и то не совсем полностью Вот только Вот это вот Колечко Где стационарная Только где стационарная связь Представляет собой Честное коммерческое предприятие Четко прочитываемое Экономикой Вот примеры ее И является Читая коммерция Срок окупаемости Несколько лет Все остальное В той или иной Мере Профессионное Оно не может существовать Для самоокупаемости Даже такая важнейшая сейчас Отрасль экономики И спутниковой навигации Она действительно важнейшая Для дураковки Это позиции Которые принадлежат Нашей стране На гео-стационаре Сама эта позиция Кстати является Догостоящим товаром Так что Каждая страна В принципе Имеет право Претендовать На какую-то точку стояния Чтобы обслуживать свою территорию На чем живут Некоторые Каждые государства Тихого океана Вот эти вот Псепные государства На одном островке Типа Дувалов Они говорят Ребят Мы тоже страны Мы имеем право Ну что же вам делать Положено на получить И после этого Они точку перепродают Вот Продажа Продажа буквально Степень банков А сколько стоит Миллионы долларов Для них это тоже деньги Эти точки освобождают Или что туда поставили Там и остались А куда его денешь Ну его уводят Несколько десятков километров Выше Чтобы не столкнуть Там столкнуться Шансов очень мало Главное Чтобы не было Загрязнения Электромагнитного Протяженность этой орбиты У нас совершенно Невообразима Там объемника Куже чем 1,5 кг А физическое столкновение произойти не может Это ограничение Происходит Из-за Чувствительности Угловой антенны Сколько там Галусов должно Приходиться Чтобы вы не спутали Два разных сигнала Одной частоте И разной точке Дальше Спутниковый энергет Начинается Клад в экономику Огромен Но Проблема в чем Спутниковый сигнал Спутниковая инновационная система Будь то GPS Будь то ГЛОНАС Он является Термином экономики Если может кто-то изучал Или кто будет В семестре Это называется Общественное благо То есть Которое предоставляется В пользование всем Хотя платит каждый Сколько хочет Сколько может Вы не можете Ни с кого Взять денег За пользование сигнала Вот может быть Кто-то сейчас Начал замучаться Как это нельзя взять Ведь приемники Да Приемники это стоят Но из этой цены приемника Практически Ничего не достается Тому кто Оплачивает эту всю Спутниковую систему Ну GPS же есть Военная Основная часть И гражданская За счет военной Окупации Мы построили Можки За все Платят военным Конечно В каком-то смысле Вы можете Благодарны Минобороны США Но не важно Что они такие Долгые Потому что Скажем так Для инвентарской экономики Я не поняли В 80-е годы Что Выхлоп может быть Большим Далеко не первая система До того Были Примерно еще Три штуки В разных странах Но они Были Если Не Все Хорошо Но Полная Окупаемость Не получается Ну Что Что Для человечества В целом Система Многократно Окупилась Безусловно Другое дело Что проблема в том Что эта инфраструктура Проблема в том Что если откажется Платить Минобороны США Вот так вот заниматься Этим Благодарительностью На Средства Американских Многоплательщиков То все это Кончится Она не может поддерживать Себя Самой Вот скорее всего Связь На Если откажется Платить Минобороны США То Кто Скажем На Европейский Союз Как Китай Кто то еще Построит свою Построит свою Ради этого собственно Да И строится тот же ГЛОНАСС А для того же европейцы Там даже Дело не в том Что они откажутся платить Скажем Американцы могут в любой момент Свой сигнал Закрыть Они никому ничего не обязаны Нету ни публичных Ни никаких обязательств Нету ни подписок Пришлазных договоров В любой момент Они могут нажать кнопку Сигнал ищить С такой проблемой Сталкивались Например Израильтяне В период одного из Иракских конфликтов Павок 2002 По крайней мере Сети Проскальзывали Жалобы На то что там Рыбаки потеряли Много сети Потому что американцы Якобы Вводили какое-то Загрубление Сигнал И все GPS приемники Показывали Цены на картошку То есть Например Навигация Способности Как это физически Можно реализовывать У вас же Сигнал просто отключается? Нет Если бы отключается Слишком просто Сигнал Вы какой-то другой Вы даетесь То есть на другой частоте? На частоте той же Но в нем какая-то метка Видимо метка времени Нет Ну понятно В чем тут метка Мерим эту частоту? Нет Грубо говоря Меняется формат Потому что сами-то американцы При этом бомбили Конечно Бомбили высокоточным оружием Использующим GPS приемник То есть У них эти GPS приемники Двоерные Работы Есть разные коды Гражданские военные Работы 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 Грубо говоря Вы для того Чтобы определить свое положение Должны видеть 4 спутника Вы определяете место На самом деле Место в котором они находятся Вы определяете Разницу В моментах Прихода Это сигнал То есть Он постоянно дает Какой-то сигнал В один и тот же момент Все спутники Очень строго синхронизированы Там для этого стоят Атомные часы Очень высокой точности И они Строго синхронно пищат Если один и тот же сигнал Испущенный Одновременно Как вам известно От одного спутника Вы загрестированы Какую-то долю Некосекунды Позже, чем от другого Вы знаете, что Разве состояние Строго синхронизированы Устроится Соответствующая фигура Пересечение асферок И вот Вы видите свое положение Такой импульсный сигнал Ловить крайне сложно И очень легко Мерить разницу Частоту Частота Одна и та же Разность очень Есть Доблеровский сдвиг Принебрежим Простой приемник У вас вообще не пойдет Там у вас есть Частота Доблеровский сдвиг Там тоже меряется Потому что Эти системы Меряют Одновременно Точное время Точные координаты И скорость Скорость Они меряют Неподоблеровский сдвиг По-моему 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 Потому что Они сравнивают Разные положения Нет По разным положениям Если мерить скорость Будет огромная Погрежность Я здесь На 100% С вами Не готов спорить Может быть По памяти Но Мне кажется Вы путаете Понимаете Частоту Не меряете Частоту Ни один из приемников По крайней мере Он частоту мерит В принципе Не в состоянии Это было бы слишком сложно Слишком дорого Больше того Для Кортенсации Так называемой Ионосферной Погрежности Там Сигнал проходит Он искажается Как-то Задерживается Есть Частотная система Ионосфера Если проходит Через плазм Ионосферы То Измеряя Вот тут Дмитрий Игорьевич Система геопозиционирования Это отдельно Извините Одно нас То есть Тем более Я не обратно А если Понадились То еще раз Ну Другая мотивация Прилагается Космический турист Такой красивый корабль Запускаем В него Засовываем Миллионера Лучший миллионера Конечно Который Заплатил 20 миллионов долларов И Становится Один из трех Космический турист Ну Как бы все Хорошо Но есть проблема Эти 20 миллионов Конечно Полеты Даже Даже Если у вас все трое Будет космическими туристами Это тоже Так и слегка Лишь покроет затраты Кроме того Проблема в том Что В союзах существующих По их конструкции Два космонавта Обязательно должны быть Профессионалы Это необходимое ощущение Безопасное Но Некоторые Горячие головы Говорят Что давайте Мы сделаем это Чисто коммерческим Вариантом Вот есть такой Бигилову Он говорит Давайте построим Профессиональный аптель Из наборных Каких-то блоков Их запускают И будут туда людей Атаковать Ну Из этого пока еще не вышло Только запустил Донецк Тараканов На операционной аптете Сейчас есть Буглик Который тоже Оцаревает о всяких Своих Пожеланиях Что мы будем Металлы оттуда таскать Ну Относиться к этому По-моему Все идет сложно Но сказать надо Это фирма Известная Громкая Обещает Но По-моему У них нет Профессиональный аптель Нет Почему не выгодно Или что Что за ним А как может быть выгодно Возить любой металл Даже золото Используя астероидом на землю Вы посчитаете Сколько вам нужно Килограмм выкинуть На глаземную армию Чтобы привести Один килограмм Оттуда Это вещество Должно быть Совершенно невообразимое Чтобы его Килограмм Стоил очень больших денег Только тогда У вас все по экономике Залежется Они в частности Позиционируют себя Как Поставщика Воды На октозненных Орбитах И какого-то топлива Это уже Увязаться Быть теоретически Было Но для этого Должен быть Потребительное Топливо На октозненной орбите То есть Должна существовать Какая-то независимая Программа Если бы Чудо Пошла американская Лунная программа Вот тогда Покупать Google То есть Американское правительство Обучатый компанией Google Вот это самое Неважно какое название Покупало его Независимые деньги И все Сейчас Нету спроса Ради Это всякая Мотивация такая простая Что все это важно Для нашего мировоззрения Но мировоззрение Это все опять Замечательно Но Для разведения Биллиарды платить Мало кто может Мало кто будет Готов платить за Эти вот Картины Входа Зонда Галилеева На сфере У Юпитера Еще Что Это Очень Высо 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 На лице Температура Аплодисцентария Это Произведение Концентрации Но, как видим, в общем-то динамика за всю историю была в плане себе определённой. И шли мы всё дальше и дальше, и дальше идёт. Поэтому то, что эта область достижила, принципиальных сомнений нет. Вопрос как в сроках. Каковы эти сроки, вопрос отдельный. Это иллюстрация того, что мы прошли от оконатной театрии советского в 68-м году в Курчатнике, до джета постройки конца 80-х годов. И вот это то, что должно быть результатом материала. Всё это, в принципе, прошли и всё это тоже осуществили. Вот так можно копать Луну, в принципе. То есть с синергетической точки зрения, такая фантазийная картинка. С синергетической точки зрения можно сказать, что вся Луна покрыта трёхметровым слоем угля. Прямо вот на валёте лежит. Если вы потом оттуда как-то переработаете этот тригольф, из него достанете соответствующий изотоп, это мыслимо и, в принципе, не так уж сложно. Окажется, что у вас миллионы тонн угля, можно заменить буквально одна цистерна вот такая вот с этим. Довести её можно. Несколько тонн доставить с Луны – это дело мыслимое. Трёхсот килограмм хватит на год гигаватт на электростанции. Ну, такие оценки, естественно, они грубые, естественно, они ненадёжные, может и так не получится ничего. Но так это всё выглядит. И в идеале, действительно, Луна могла бы, при условии, что у нас появляется такой реактор, она могла бы все энергетические потребности человечества обеспечить примерно на тысячу. А что зависит от комплекса? Изотоп Гелия, лёгкий изотоп Гелия Гелия-3. Всякие дела. Кто-то мог бы сказать, ладно, что огород гордит, а через тысячу лет чего, давайте лучше солнечные электростанции, а не вообще на всё будущее. Ну, на это есть ответ, что, в принципе, того же Гелия-3 довольно много, не то что много, а его очень много, в атмосферах планет гигант. Юпитер, Сатурн и даже Уран. Очень высокая доля. И, в принципе, тех количеств хватило бы человечество навсегда. И даже, как и странно, такие проекты в печати встречались, то есть давайте мы будем его гонять аж с ураном на земле. То есть 20 лет танкчик летит по ту сторону. Сейчас, конечно, это выглядит полным бредом, но через 100 лет, 200, чем мы будем думать, неизвестно. Может быть, вообще будем обходиться чем-нибудь таким драмами. Может быть, он будет лететь не 20 лет, если у него самого будет термодельный трейско-чемпионер. Да, да, тогда, конечно, это будет полгода. Это все настолько футурологично, что такие шансы есть. Но что я здесь хотел бы подчеркнуть особо. Вот мы Луну, собственно, чуток сковырнулись к краешку. Привезли несколько сот килограмм грунта. Что мы там нашли? Во-первых, этот гель-3, которого никто не ждал. Хотя можно было догадаться, что он там есть. Его туда отбивают миллион лет из солнечного ветра. То есть это является таким не догоревшей частью углеродного цикла на Солнце. И из солнечного ветра это не догоревший пепел выносит. И вкалачивается с огромной скоростью лунный грунт, перемешивается летеоритами. Вот туда можно достать. Тот же самый источник и планета Гигант. Только там просто гравитационное поле попадает и аккумулируется. Вот совершенно случайно его обнаружено. Потом в пробах, доставленных советскими лунами, оказалось, что лунное железо не ржавеет. Не окисляется вообще. Титан, кстати, и Кремль тоже. Почему так не вполне понятно. В свое время это произвело определенную сенсацию. И в принципе, если бы мы могли сделать такое железо, то ржавчина не съедала бы примерно 2% ВВП в современной экономике. Но в текущий момент только скидали. Нержавейка слишком дорога. Алюминий титан тоже, поэтому с этим приходится не хотеть. Нельзя видеть на железо, там оно сильное большого количества нити. А лунное железо это не метеорит. Там в чем-то другом дело. Разобрались, не забрались, я не знаю. Об этом не дали сообщения в СССР в 70-е годы. Было зарегистрировано открытие приезда в номер 267. Келдыш с этому даже заявлял на комплекс заседания. Все, мы можем заканчивать. Заканчивать все в любом этом. Он может пролистеть. Опять? Откадите. Ну давайте тогда поблагодарим. Мы перейдем к дискуссии обслуживания. Если у кого-то остались, нет еще моральные и человеческие силы. Вы слышали что-нибудь о проекте Марс 1? Марс 1 это что вы имеете? Что-то с Забрина? Роберт Забрина? Не может ли? Ой, я не знаю как это зовут. А в чем суть? Они какую-то группу людей туда собирали. Набирали людей, желающих добровольцев, чтобы их туда поселить на Марс. Ну это все болтание языков. Безобратный полет. Это все болтание языков. Кто на этот денег даст? Безобратный полет. Он стоит не сильно дешевле, чем он. Вы можете назвать телевизионное шоу, которое наберет несколько десятков миллиардов долларов? Нет. Я тоже не могу. Какое сделать телевизионное шоу на миллион долларов и ограничиться болтанием языков? Конечно. Это куда, как. Злые языки считают, что набор добровольцев на Марс это некая разновидная финансовая тренда. Почему бы и нет? Тоже не исключаю. Тоже может быть. Нет, ну может быть люди, если это от Зубрина проект, то там человек действительно фанатичный, он может быть сам в этой идее. Ну вот тренировка была, например, Марс 500. Ну там они какую-то пустыню выезжали, да. Да, да, да. Марс 500 несвязанности? Нет, Марс 500 это серьезная вещь, это действительно. Ну что они не выезжали? Они сидели в институте медико-главное участие. Они лежали в институте. Они там находились, они только лежали. Главное, что они лежали, потому что они имитировали воздействие невесомности. Я же не исключу их пунктов программы. Это было психологическое воздействие. Психологическое тоже, да. Они постоянно лежали? Они постоянно лежали, они с ними лежат. Ну может быть я что-то перепутал, но по-моему это было, может быть это с другими, какие-то более ранние эксперименты. Да, другие были были ранние, а сколько времени точно не было? Они просто жили в полной изоляции этого остального полного мира. Ну то есть круговое социальное большее. Социальное-психологическое, на притертость. Ну а то же, почему где сделать? Дело недорогое. Можно сказать, что мы готовимся к матчу. В принципе одно из обоснований финансирования опытов с лиминесценцией, когда-то в 30-е годы, в физическом институте Академии наук СССР, это разработка методов подготовки ночных летчиков. Исследование адаптации человеческого глаза и предельной рабочей строительности. Почему нет? Но потом это вылилось в лампу дневного света. Сначала это вылилось в открытие Черенковского научения. Мне представляется, что одна из причин некой неопределенности системы, зачем нужны космические полеты, связана с тем, что развитие космической отрасли притормозили. А его потермозили-то по естественным причинам. Что для него не было мотивов. Тут вопрос, где причина, где следствие. Потому что, когда туда вкладывались, этот институт развивали отрасль, то находили чем занять космодавтов. И, собственно, вот этот рост в чем-то питал сам себя. Пытался-то, пытался. Но ведь это же не в народном месте эти программы начали сворачивать. Например, изначально одна из мотиваций для шаттла, помимо чисто военных, была в том, что спутники часто ломались, работали недолго. Их было бы выгодно оттуда снимать, возвращать на землю, чинить и ставить обратно. Если бы шаттлы гоняли с такой интенсивностью, как предполагали, когда запускали программу, то он, наверное, себя бы окупил. И, кроме того, тогда бы эти шаттлы выпускали, ну, хоть не на конвейере, но какими-то, хоть малыми, но сериями. В этом случае не была бы утраченной технология. И в этом случае ставился бы сейчас вопрос американцев и о разработке с нуля какого-то нового аппарата, о создании, о продолжении линейки. Где была бы какая-то все-таки естественная техническая эволюция, и картина бы тогда выглядела существенно для подробно. Вот давайте еще один момент подчеркнем. Скажем, обещания относительно резкого снижения цены запуска для шаттла, они звучали в начале 70-х годов, когда НАСА очень хотелось заточить, что называется, койку военных, чтобы они профинансировали эту систему. Этот противоестественный союз, он сильно повредил техническому заданию на шаттл, он его усложнил. И, собственно, в конечном итоге именно он убил Колумбию. Потому что военные заложили очень большие требования по боковому ресурсу. Именно из этого аппарат получил такую форму крыльев. По боковому ресурсу? По боковому развороту. А, да. То есть, 2000 км в сторону от подстилающей траектории, боковой бенеха должен был быть большим. Это, интересно, как-то связано со слухами о возможном применении шаттла в качестве орбитального бомбардировщика? Это, по большому счету, была ерунда. Идея запущенная. Идея была в том, чтобы шаттл мог после какой-нибудь разведмиссии в любой момент сесть на территорию США. То есть, если даже виток, плоскость орбиты у вас не меняется, земля крутится, и вы ни с другого витка можете сесть. А там были требования, чтобы в любой момент он мог сесть на посадку и вернуться домой. Проблема в чем оказалась? Когда планировали миссию на 70-е годы, спутники жили под воду, даже американские. И постоянно нужно выпускать очень много ракет. Но электроника все надежнее. Современный спутник связи может прожить 10 лет, 15 лет, есть, которые по 20 лет живут. И вам столько отпусков не надо. Вам на этой серийности нечем наполнить. Нет поддержеспособного спроса. Электроника, в том смысле, все убило. Если бы она была не такой надежной, если бы человек был более нужен, а сейчас, ну зачем? Если оценивать всякую экономическую эффективность, то есть такой момент, что это понятно. Все затраты на науку в 19 веке многократно перекрыли, скажем, Фарадей, Максвуд, Хевисайд. Эти три человека всю эту науку 19 века многократно оправдали. Кстати, можно тут добавить, что... Соответственно, науку 20 века, ну, видимо, многократно была оправдана и атомными станциями, и антибиотиками. Ну, в общем, тоже можно, наверное, назвать там, скажем, десяток проектов, которые оправдали все затраты на науку в 20 веке. По космосу, ну, в общем, когда пошла космическая связь, а потом еще к ней добавили систему глобального позиционирования, то с точки зрения, вот так сказать, баланса, сколько в космосе денег потратили, сколько оттуда получили экономического эффекта, если не брать разбивку этого экономического эффекта по субъекту, то, я думаю, есть ее стационарная орбита и система позиционирования весь космос отбивает. Никто не знает. Вот есть такие мнения, да, но подтвердить их с цифрами в руках пока возможности, к сожалению, нет. Известен тезис, что программа Аполло купилась там многократно. В принципе, он похож на правду, потому что в любом случае, если вы кидаете деньги неважного что в государство, вы создаете рабочие места, там начинают крутиться вся эта цепочка. Ну, даже безотносительно, так сказать, того, что начинает крутиться цепочка, ну, вот просто облегчение, скажем, навигации, то есть... Да, экономический эффект огромный. Ну, понятно, что экономический эффект здесь миллиарды условий. Конечно, конечно. Не всякая цепочка не всегда начинает крутиться. Другое дело, что эти миллиарды, так сказать, оказываются разбазаны по сотням миллионов, а то и по миллиардам человек, которые пользуются этими средствами, и этих людей как-то не обложили налогом в пользу космических программ, но тем не менее, если считать баланс именно на глобальном уровне... не получается. Вот сделать это достаточно убедительно, не уходит, не умеет. Поэтому гадать можно, да, такая позиция будет вполне, в общем-то, резонная, правдоподобная, а доказательная. Ну, тут, наверное, это можно и оценить. Попытки такие были, по крайней мере, по Штатам. Есть такие документы, там, 2009 года, попытки косвенного влияния. Да, они рисовали очень красивые цифры, но никто не всегда... Ну, известен, скажем, объем, наверное, все-таки рынка космической связи. Они тянули через электронику такую цепочку, что ли. Объем рынка этих всех телевизионных ретрансляторов, объем рынка GPS-приемников. Да, 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 все это пытались. Сталкиваясь от этого, наверное, можно оценить суммарно экономические эффекты. Но он не дает вам ответа вопроса, а зачем надо собирать МКС? Вот давайте их расставим, GPS-ыставим на первый взгляд. Ну, сдается мне, что этот экономический эффект перекрывает те сравнительные, как мы называем, небольшие суммы, которые тратятся на МКС. Вопрос, кто должен... Большие, но... Если вы убедите кого-то...